Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о стриме канала Лена и Ваня Лайф. И вы знаете, меня удивило то, что Лена считает своего Ваню таким вот технарём и великим математиком. У меня, конечно, несколько иное мнение по этому поводу, но опять же обо всём по порядку. Ну что, говорит о том, что Корея теперь для неё тоже во главе угла. Да, хочет она и в Корею, хочет она и в Турцию, в общем, разрывается, не знает, когда она куда поедет. Но в то же время сама себе противоречие говорит, никуда не собираются они на каникулах ехать. Думаю, когда же вы собираетесь? А в итоге оказывается, что всё-таки в первый месяц лета. Думаю, а в первый месяц лета разве нет каникул детей? Это июнь месяц. Каникулы начинаются. В общем, у Лены что-то непонятное творится в голове, насколько я понимаю. Потому как она не может понять, когда, куда, с кем она едет, ну и вообще. Рассказывают о том, что «Сто лет в обед» она в современных фильмах с Дженниферой Лопесной видела. «Сто лет в обед» – это как? Говорят, «Сто лет в обед» исполняется, к примеру, этому пальто. Или «А, эти тарелки у меня, им сто лет в обед». То есть вещи какой-то много лет уже. Но нельзя сказать, что «Сто лет в обед» она не видела современных фильмов. Просто «Сто лет» я не видела современных фильмов. Вот так, да. А «Сто лет в обед» – это уже несколько иная фраза, согласитесь. Но Лена, как она уже нам говорила, она косноязычник, потому что с неё взятки гладкие. Хочет поехать, Лена, в тёплое направление, в отпуск, да. Так она и сказала. И, вы знаете, опять возвращаясь к теме её отдыха, хочется заметить, что она говорит, что вроде как денег у неё нет в огромном количестве. И ненужных вещей у неё нет. То есть ей всё нужно, и денег нет, но в то же время хочет поехать куда-то. А как же она поедет, если у неё денег нет? Вот это я совсем не могу понять. Я, честное слово, не понимаю, как это возможно. Человек планирует свой отпуск, исходя из того материального обеспечения, которое у него сейчас есть. Ну, согласитесь, да. Есть деньги – еду. Нет денег – нет. Никакого отпуска и никаких поездок. Вроде как Лена в начале своего стрима об этом говорит. А к концу стрима, оказывается, она уже уверена в том, что она поедет. Ей уже говорили разницу между Абудаби и Дубаем. И Лена уже сама не знает, куда она хочет больше. В общем, короче говоря, Лена едет. Только пока не определилась, куда. Как же она поедет, если у неё нет огромного количества денег? Вот этого я понять, конечно же, не могу. Но посмотрим, конечно, что да как будет дальше. Кстати говоря, говорит о том, что Ютуб совсем мало платит. Практически ничего не платит. И сначала она была уверена в том, что Ютуб ей платит 10 центов. Потом взяла мобильник. Стала смотреть свой доход. И вы знаете, о чудо. Оказалось, Ютуб всё-таки не 10 центов платит, а 24 цента за один просмотр рекламы. Вот так. И Лена безоперационно заявила о том, что у неё доход 100 долларов в том месяце был. То есть в прошлом. Лена по-прежнему не знает свой вопрос. Она знает тот... Опять же, спрошу Лену, как же, по её мнению, сказать позапрошлый год? Поза тот год всё-таки, да? В поза том году, соответственно. Ну, странно как-то всё. В общем, в прошлом месяце у неё 100 долларов был доход. Как Лена утверждает, и 9 долларов у неё за этот месяц. Но этот месяц только начался, поэтому да. Ваня хотел сказать, что очень хороший доход. Лена говорит, ну что ты, месяц только начался. В общем, там что-то вообще непонятное. С подсчётом денег, с подсчётом зарплаты. В принципе, с математикой в семье очень проблематично всё. Хотя Лена говорит, нет, Ваня у неё великий математик. Оказывается, у него и способности математические. Я когда-то услышала, думаю, Лен, ну как же так можно говорить? Знаю, что твой ребёнок не мог сообразить 10 тысяч. Сколько нулей в этом числе? Непонятно. Ох, Лена, Лена, 10 тысяч кое-как он сообразил, сколько и не мог разделить на 3 в уме. Ну не мог, пришлось взять калькулятор. А так он, в принципе, очень даже легко справляется с умножением трёхзначного числа на трёхзначное в уме. Опять же, Лена врёт. Где-то она врёт. То ли она врёт, когда говорит о том, что он легко перемножает трёхзначные числа в уме, то ли я не знаю. Но то, что Ваня не мог в уме разделить 10 тысяч на 3, ну хотя бы там приблизительно, да, что-то у него получилось бы хотя бы ориентировочно. Даже ориентировочно не мог сказать. Не надо было бы точную цифру указывать. Ему пришлось взять калькулятор. Ну, в общем, да, Лена врёт. Врёт и ещё раз врёт. Кстати говоря, стрим у неё назывался «Как провести выходные». И на тему того, как провести выходные, говорили, Лена никак не могла определиться, то ли пойти с Ваней на барахолку, то ли пойти в Мегу. В общем, короче говоря, мнения разделились, мнения комментаторов тоже разделились. И Лена в итоге выбрала Мегу. Хотя Ваня, в принципе, хотела пойти на барахолку. А зачем? За телефонами. Какие-то телефоны Ваня, например, старые скупает. И Лена говорит, у него уже не комната, а склад какой-то. Говорит, что вот Ваня, мол, технарь, и он прошивает эти все телефоны. Что такое прошивает телефон, и Лена с трудом, может сказать. Но Ваня в этом во всём разбирается. Даже когда вот у Лены, мол, какой-то там телефон не хочет нормально работать, Ваня. Подходит, всё налаживает, всё замечательно. И с пылесосами тоже он разбирается. В общем, технарь, технарь такой вот растёт. И несмотря на то, что Лена заметила такие вот технические, да, будем говорить, наклонности у ребёнка, Лена сама говорит, надо развивать то, что вы заметили, к чему ребёнка тянет. Вот так. Какие наклонности у ребёнка есть, это ему надо и развивать. Почему же она тогда не сообразила, если он такой технарь-технарь, приобрести ему тот самый электронный конструктор, который якобы подарил ему Андрей. Почему этот самый конструктор-знаток? Очень хорошо развивает имена, такие вот способности технические у детей. А тем более, если есть наклонность, это вообще замечательно. Но нет, для них проще отвезти ребёнка на барахолку. Пусть себе выбирает телефон, и пусть у него детская будет напоминать какой-то склад. Лишь бы я особо не заморачивалась с развитием ребёнка. Пусть сам развивается как хочет. Кстати говоря, говорили о комментариях о том, что, мол, неплохо бы Ваню отдать в какую-нибудь спортивную секцию, в какой-нибудь спортивный прыжок, но что Лена ответила, что нет, у него тяги. Ни к какому виду спорта, поэтому нет. Ни к какому виду спорта его не влечёт. И уж тем более, там в комментариях говорили про бокс. Лена говорит, нет-нет, пока что, как Лена выразилась, Ваня не может ударить человека. То есть, я думаю, со временем, да, ситуация изменится. Так Лена сказала, да, пока что нет, а там посмотрим. Может быть, потому сможет ударить человека. Кто его знает. И вообще, то, что вот Ваня такой вот мальчик, да, это не из-за того, что он спортом не занимается. Нет-нет. Не из-за того, что надо, я так думаю, всё-таки пересмотреть его питание, рацион его тоже нет. Просто он такой сам по себе. И в 12 лет, почему-то Лена считает, что именно в 12 лет, он вытянется, и до 12 лет он уже оформится. И в 12 лет у него появятся друзья вдруг. Ну да, думаю, интересно. Почему-то такой вот рубеж странно, да, 12 лет. Кто и такое сказал. Я этого понять не могу. Вот прям до 12 лет он будет такой, какой он есть, а в 12 у него прям все таланты раскроются. Прям и питание у него изменится, и друзья у него появятся. Прям какой-то такой вот волшебный возраст. Ну, ни дать не взять. Ох, выдаёт, наверное, Лена, желаемое задействительно говорить, что хотела бы она, конечно, пойти в бассейн, и Ваню туда тоже поводить. Но, да, знаете как, королевства маловато, разгуляться негде. Говорит, хоть мы и живём в Зеленограде, но это практически Москва. Ну да. Возможно и так. Но опять же, Москва это Москва, а Зеленоград это Зеленоград. Но Лена считает, что, да, Зеленоград это Москва. И, несмотря на то, что они якобы в Москве живут, большого бассейна нет. Всё-таки большие бассейны в Москве, в Зеленограде нет больших бассейнов. А так хотелось бы всей семьёй. Ну вот, а маленький бассейн зеленоградский, это не её уровень, я так понимаю. Что бы, что бы. И не её размерчик. Ну, понятное дело, если она с Ваней туда придёт, туда ещё, и если всю семью, да, брать в расчёт, то и мама с папой, и Оксана с Юрой. Ну, просто бассейн выйдет из берегов. Маленький. Поэтому нужен большой бассейн. Вот. Я же говорю, королевства маловато, разгуляться негде. Но, надеется Лена на то, что весной откроется в фитнес-центр, и Ваня туда пойдёт. Ну, не знаю, пойдёт ли туда Ваня. Очень я в этом сомневаюсь. Рассказывает нам о том, Лена, что у неё у самой-то нет наклонности к танцам, у неё наклонности к йоге. Она, мол, вся такая гибкая-гибкая. Ну, не знаю, не знаю. Прям с детства она гибкая была. Вот у Оксана с детства тянула к танцам. И вот Оксана сейчас танцами занимается, а у Лены всё больше по йоге. Ну, не знаю я. Я не видела занятия йогой. Не видела я, как Лена занимается йогой. Возможно, действительно, у неё там какая-то супер-пупер гибкость. Хотя в её возрасте уже, как мне кажется, поздновато говорить про какую-либо гибкость. Единственное, если она раньше занималась йогой, да, то и сейчас тоже она гибкая. Так вообще, ну, не знаю я, конечно, да. И, конечно же, очень интересно Лена говорит о том, что танцы у неё. Почему? Потому как она не может повторять за инструктором. Говорит, инструктор говорит, двигаемся вправо, а Лена двигается влево, да. Ну, и так далее. А как же Лена тогда, очень мне интересно знать, занимается ЛФК онлайн? Там тоже инструктор. Ну, согласитесь, да? Который показывает движение. Значит, Лена и эти движения выполняет неверно. Значит, Лена и инструктора, ну, или тренера ЛФК, она неправильно понимает и неправильно выполняет всё. Я не знаю, когда у неё, да, её тяжелейшая травма уже исчерпает себя. Я не знаю, когда выздоровеет Лена. Честно словом, не понимаю. Ей писали в комментариях о том, что, может быть, хватит уже ему притворяться. Ну, что Лена, она пожелала этому человеку, который написал, чтобы у этого человека такая же была травма, как и у неё. Якобы не такая страшная. Вот, ну, вот как так можно? Говорили о том, что сумки, те самые, которые Лена продаёт, которые она купила на садоводе, насколько я поняла из стрима, ну, и, в принципе, в комментариях писали про это, что, мол, они... Их цена неоправданно завышена, и Лена продаёт их по очень завышенной цене. Лена говорит, нет, нет, вы не понимаете цены образования. Ну, Лена у нас молодец, всё понимает. И говорит о том, что и пересылка, и доставка, и прочее, прочее, очень дорого всё это стоит. И вот, вы знаете, когда вот Лене заплатить, это прямо очень дорого. А когда какой-то зритель ей сказал, что, мол, зачем Ване надо идти на баракулку покупать телефоны, когда, мол, у меня дома целая куча этих бушных, ненужных никому телефонов, и, в принципе, я могу вам переслать. Лена что сказала? Мне, нет, тоже она сначала сказала, мол, не надо этого делать, потому что это дорого. А с другой стороны, в принципе, могла бы сама и оплатить. В конце концов, твоему ребёнку пересылается то, чем он увлекается. Ну, почему бы нет? Я так думаю, что всё-таки пересылка была бы не такой дорогой, как пойти на барахулку и купить всё это количество. Огромное количество телефонов, да-да. Как-то странно всё. Вот нету, Лена, того вот, вот мне надо, мне идут навстречу, так я тоже пойду навстречу этому человеку, правильно? Я оплачу пересылку, потому что это моему ребёнку интересно. Мой ребёнок технар, моего ребёнка к этому тянет. Но нет, конечно же нет. Лена даже не подумала о том, что можно такой вариант зрителю предложить, и получается всем хорошо и зрителю избавиться от этих ненужных ему телефонов. Ну, и Ваня приобретёт, уж не знаю, для чего ему нужно такое огромное количество телефонов, вот эти самые телефоны. Вот. Ну, что ещё сказать? Рассказывала Лена о том, что были они на кладбище, ходили они, так сказать, к отцу Юры. Вот. И Лена на кладбище заметила, что очень много людей умерло от ковида. И особенно много было свежих умерших от ковида. Вот свежие умершие. Это как? Лена, ты как скажешь что-то? Такой стопуль падает. Вот честное слово. Я не знаю, как тебя понять. Вот, ну, вообще не могу понять. Хотя, что с Леной взять? Лена говорит, я средний россиянин, даже не среднестатистический. Лена, средний россиянин, да. Лена, которого нет накоплений. Да, это к вопросу о её финансовом положении. Нет накоплений, но, тем не менее, почему-то она с лёгкостью соглашается с тем, что она поедет в отпуск. Да, поедет в отпуск в первом месяце лета. Ну, как я уже говорила, да, ранее. Она изначально говорила, что не поедет. Видно, она забыла, что у неё есть накопление. А тут вдруг вспомнила, потом снова забыла. Ну, в общем, Лена вряла на протяжении всего стрима очень, так сказать, часто. Часто и много врала. Мне она понравила своё выражение. Она говорит, она была в Санкт-Петербурге, и ей там понравились малоэтажные здания. Ну, правильно, есть многоэтажные, соответственно, есть и малоэтажные. Ну, вот Лена считает так, да. Малоэтажные здания. Очень её впечатлели. И гостиница там хорошая, и вообще всё замечательно. Питеран тоже хочет съездить, но не знает, как. А почему так происходит? Да всё потому, что у Лены очень много дел. Вот такая она вся занятая, да. Много дел, но нам она, конечно, их не покажет. И нам о них она, конечно же, не расскажет. То, что она нам не показывает все свои дела, это не говорит о том, что дел у неё нет. Да, вовсе всё не так обстоит. Нет-нет. Дел много, да. Деловая такая. Деловая средняя россиянка, если можно так выразиться. Велотренажёр предложили купить для Вани, для Вены, возможно. А Вена говорит, нет-нет, он у них вот был. И буквально там неделю они позанимались. Потом этот велотренажёр превратился в вешалку для Велены. В принципе, так у всех происходит. Потом этот велотренажёр забрала себе Оксана. Теперь он у неё как вешалка для одежды. Ну, что сказать. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Человек, которому на самом деле нужно заниматься, он никогда не превратит велотренажёр в вешалку для одежды. Правда ведь? Правда ведь. Он купит велотренажёр для занятий. Ну, а тот человек, который считает, что у него всё в порядке со здоровьем, конечно, превратит этот велотренажёр в вешалку для одежды. Вот. Хочет жильё в Турции снять весной. Хочу напомнить Лене, что весна, вот она уже началась. И да-да, это тот самый средний россиянин, у которого нет накоплений. Хочет жильё в Турции снять. В общем, повторюсь, Лена врала, врала, врала. Врала и завиралась, будем так говорить. С друзьями собирается отмечать она 8 марта. Интересно, с какими? С кем дружит Лена? Я не знаю. Насколько я понимаю, у Вани нет друзей и у Лены нет друзей. В волшебном возрасте 12 лет у Лены не появились друзья. Ну, теперь она надеется, что у Вани они всё-таки появятся. Также в Тбилиси хочется, да. Хочется в Армению, кроме Грузии ещё. Не знаю, как она сможет поехать, если у неё накоплений. И, кстати говоря, ей там написали, чтобы мы смотрели канал, который рассказывал о доходе. Лена тут же говорит, нет-нет, что вы, разве можно верить тем, кто непонятно на каком основании предполагает, что у Лены именно такой доход. Нет-нет, вот надо верить Лене. Вот она смотрит, сейчас телефон, она видит свой доход, поэтому она конкретно может сказать. Но, опять же, она нам не показала этого. Если она сидела рядом с камерой, да, ну согласитесь, если она показывала свой доход, телефон у неё в руках, поверни ты телефон и покажи. Раз такая ты прям честная-честная со своим зрителем. Покажи, чтобы все видели на самом деле, что тот канал врёт, а ты говоришь правду. Но нет, Лена этого не сделала. Поэтому есть все основания полагать, что Лена всё-таки не всё говорит, да, не договаривает. Кое-что не договаривает. Вот, и сожалеет Лена о том, что 8 марта только один день. А как это вообще возможно? Как вообще эта фраза у неё в голове сложилась? 8 марта только один день. А 9 марта тоже один день. 1 января тоже один день. Ну как-то так. Каждый день года, он только один день. Наверное, Лена имела в виду, что выходной один. Но слово выходной Лена не произнесла. У неё получилась очень корявая какая-то фраза. Мол, жалко, что только один день, а то бы и к родителям сходили бы отметить. И к Оксане, возможно, а так нет, не получится. И рассказывает о том, что 23 февраля они почему не с родителями отмечали. Потому как родители уже в таком возрасте. В каком, интересно, возрасте? Родители, ну как мне кажется, это всё-таки святое, согласитесь. И уж тем более, если Лена не верит, то папа там просто, ну я не знаю, ухаживает изо всех сил за женщинами своей семьи. И Лена говорила о том, что, в принципе, всегда папа готовил какой-то завтрак, да, как-то вот, может быть, какие-то дела по дому вместо мамы делал и так далее, и так далее, вместо Лены. Я не знаю, почему не пришли к ним, простите, к родителям на 23 февраля. Почему на 8 марта к ним не придут, вот этого я понять не могу. Ой, и вот именно из-за того, что родители в возрасте, они сами, возможно, не с такой легкостью могут прийти к своим дочерям, да, как вот дочери могут прийти к своим родителям. Но нет, нет, и ещё раз нет. Лена считает, что раз они в таком вот возрасте, уже надо их оставить в покое, этих родителей. И не надо, это среди февраля не надо, и на 8 марта к ним надо идти, не надо, зачем. Говорит, есть какие-то общалки, да и ладно, ну и хватит. Как-то странно всё. Юра был модератором стрима, да, и почему-то непонятно, почему Юра у неё модератор стрима, если у неё есть Андрей. Ну, согласитесь, кстати говоря, опять она говорила про Андрея, Андрей у неё то, Андрей у неё всё, Андрей попросил её какие-то шарики творожные снова приготовить, но это очень калорийно, поэтому Лена не станет этого делать. Опять начинается Андрей, Андрей, Андрей. Так если у тебя Андрей рядом, почему Юра, молодой человек твоей сестры, в принципе, он вообще мог бы ничего не делать, да, не сидеть у тебя модератором, запросто мог бы, но он пошёл тебе навстречу. Почему ты у него не сидишь тогда модератором, когда вот у Оксаны стрим? Хотя, возможно, Лена и сидит там модератором, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, я Оксану не смотрю, поэтому, возможно, я сейчас не права. Может быть, Лена на самом деле сидит модератором у Оксаны и Юры, и тогда вот, знаете, как Элла Герды, да, ты мне, я тебе. Ну вот, и цветы Андрей дарит на 8 марта всегда, хоть это и очень дорого, но, как мы помним, почему-то вот Лена сейчас не сказала, конечно, что и он свои деньги тратит, но, как мы помним, у Андрея, если верить, Лене свои деньги, да, хоть и дорогие букеты, но дарит. Вот. И ей написали в комментариях о том, что Лена и Ваня – это семья лодырей. Ну, а Лена говорит, да, всем бы такими лодырями быть, лодырями. Ну, что сказать, косноязычие наше всё. Спросили, почему Лена лицо так близко снимает в своих логах, на что Лена, белая, мягкая и пушистая, о которой она себя хочет представить своему зрителю, говорит, потому что так надо. Вот начинается хамство. Ближе к концу стрима уже хамство, Лена, началось. И потом, вы знаете, очень мне понравился комментарий один, где человек говорил, мол, спасибо, что вы снимаете для нас простых смертных в свои путешествия. Боже, даже надо так, а? Так себя унизить. Лена и так считает, что она королевна, она не ходит по земле, она плывёт, она ног ничего и под собой передвигается по земному шару. А тут ещё такой елей на душу, поверь. Ну, конечно. Вот. Спасибо, что вы нас простых смертных просвещаете, показываете нам свои путешествия, мол, у вас хорошо получается. Оф. Хорошо, что Лена не сказала. Пожалуйста, пожалуйста. Лена сказала, спасибо. Вот. Как-то вот такой обмен любезностями. Думаю, это ж как надо, а? Себя принизить для того, чтобы ещё больше возвысить Лену. Не обы кого. Ей написали в комментариях о том, что, возможно, Ваня будет их норён, а, возможно, и нет. Потому как у женщины, которая писала комментарии, сын тоже вроде как сначала увлекался очень техникой, а потом, ну, когда вырос, поменялись у него пристрастия, он стал врачом. Ну, ну, что Лена заметила, что она, в принципе, тоже могла бы быть врачом, понимаете, и шведца жнеца на дуде и грез, ну, ни дать не взять. Говорит, единственное, что ей помешало стать врачом, то, что биология и химия не её любимые предметы. У неё не было предрасположенности в биологии и химии. Интересно, каким предметам у Лены всё-таки были предрасположенности, будем так говорить, да? Рисование и физкультуре, ну, физкультуре вряд ли, может быть, тогда вот рисование осталось, да, труды, ну, сейчас технология называется, может быть, этим предметом тяготела Лена, если можно так выразиться. Ну, что сказать, в принципе, на этом стрим закончился. Вроде как я пробежалась по основным моментам, если я что-то пропустила, пишите, пожалуйста, мне в комментариях. Всем спасибо, что досмотрели до конца, всем пока-пока.